Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что, мы продолжаем следить за развитием мощного нисходящего тренда по американскому доллару. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 99.40. И если вы откроете дневной таймфрейм, то легко сможете заметить, что инициатива явно на стороне продавцов. И, судя по всему, при сохранении текущих настроений, текущего уклона развития трендовой динамики, уже к концу текущей торговой сессии мы сможем увидеть индекс доллара ниже текущих значений. Что касается фундаментального фона, по хронологии традиционно экономического календаря событий, которые публикуются сегодня. В 12.30 по GMT ждем данные по уроничным продажам США. Также в это же самое время выйдет отчет по инфляции Канады. После этого в 13.15 по GMT будет публикована статистика по промышленному производству США. И замыкать торговую сессию будет отчет от Американского института нефти по запасам нефти США. В 20.30 по GMT. Поскольку нефть все еще остается в нашем портфеле, и некоторое время назад, когда мы достигли первого значимого профитного ориентира на отметке 80 долларов за баррель, мы замахнулись еще выше на следующую цель 85 долларов за баррель. Нам, конечно же, сейчас нужно быть крайне внимательными к каждому отчету, к каждому релизу, который касается рынка нефти. Потому что нам нужно найти достаточно убедительных доказательств того, что этот рынок все же можно рассматривать как сектор, который будет расти. И в свете тех данных, которые ожидаются, я полагаю, что в ближайшей торговой сессии ничто не подпортит нам настроение. И в конечном счете мы увидим возвращение уверенных покупателей и в ряды сортов нефти Brent и WT. Индекс доллара, как я уже отметил, текущие котировки 99.40. Случилось ли что-то за время вчерашней торговой сессии? Нет. Старый фон, старые дрожи, скажем так, все, что обсуждалось под конец прошлой недели, актуально и сейчас. Рынки оценивают перспективу дальнейшего ужесточения американской монетарной политики. Сколько раз ФРС может поднять ставку до конца этого года? Мы эту тему с вами обсуждали уже десятки раз. Я надеюсь, что вы, в принципе, уже можете сами отвечать на эти вопросы относительно того, готов ли и имеет ли возможность ФРС пойти более чем на одно повышение процентной ставки после тех данных по инфляции, которые вышли на прошлой неделе. Повторю, что данные по инфляции показали, что в июне инфляция снизилась до 3%. Это основной индекс потребительских цен. Базовая инфляция пока что держится выше, но это нормально, 4,8%, хотя тоже был зафиксирован серьезный спад с 5,3%. До этого вышел релиз Non-Farm Perils, 209 тысяч новых рабочих мест, что тоже жилищиковало участников рынка, потому что это также минимальный показатель практически за два года. Выводы нужно делать объективно. То есть, в первом и втором случае это сигналы того, что Федрезерву не стоит активно ужесточать монетарную политику, потому что в конечном счете непродуманное повышение ставки может ухудшить экономические условия и, возможно, приблизить процесс экономической рецессии США, чего лучше, безусловно, избежать на текущем этапе. Повторюсь, что я допускаю, что ФРС поднимет ставку в июле, причем вопрос, насколько 10 байсных пунктов, либо 25 байсных пунктов, это правильный вопрос. И, кстати, мне очень интересно ваше мнение, друзья. На основании всего, что сложилось на рынке в последние недели, как вы думаете, пойдет ли ФРС на повышение ставки прошлым шагом в 25 байсных пунктов в июле, либо все-таки значение будет более скромным? Сегодня по данным роничной продажи и промышленное производство, роничные продажи, по прогнозам, могут вырасти на 0,5%. Это статистика прошлого месяца. Промышленное производство, к сожалению, здесь натальный спад, снижение, которое очень сильно коррелирует с общим показателем АСМ производственного сектора. Он вообще ниже плинтуса уже больше, чем полгода. Промышленное производство прогнозом снизится на 0,1% после снижения на 0,2% два месяца назад. И в целом я не думаю, что такого рода статистика может оказать локальную поддержку доллару. Я считаю, что после этих данных давление на американца может усилиться даже, что будет способствовать еще более уверенному развитию трендовой динамики. Золото 1960 локальный максимум уже здесь и сейчас. Самый главный аргумент, который мы сейчас можем использовать, чтобы сохранять длинные позиции, это рыночный сантимент, который буквально вопит о том, что хочешь быть прибыльным, не поступает так, как поступает толпа. Толпа – это 80% трейдеров, которые сейчас золото шортят. И лишь меньшинство – 20% в покупках. Я советую вам оставаться на стороне меньшинства и ждать 2000 долларов за тройскую лунцию. Рынок нефти – 78,75. Вчерашний блок китайской статистики лично я интерпретирую как довольно неплохой. В годовом выражении рост 6,3%. После квартального первого увеличения роста в первом квартале на 4,5%. За квартал экономика выросла на 0,8%. Прогнозы были скромнее. Промышленное производство, которое напрямую коррелирует с показателями спроса на углеводороды, плюс 4,4% лучше прогнозов. Поэтому не вижу ничего плохого в этих отчетах. Да, они могли бы оказаться лучше. Но если бы они были еще лучше, то тогда нефть точно взорвалась бы еще большим ростом и уверенно закрепился выше 80 долларов за баррель. Пока что и этого достаточно, чтобы добавить в копилку прежних аргументов за длинные позиции по нефтянке в виде сокращения предложения со стороны стран ОПЕК+. Я сохраняю длинную позицию. Евро против доллара 1,1253. Европейский центральный банк, в отличие от ФРС, вряд ли включит задний. В ближайшее время по-прежнему намерены и дальше повышать процентные ставки. Это подтвердили также протоколы, которые вышли на прошлой неделе. Поэтому здесь, скорее всего, рост продолжится. И в качестве краткосрочной ближайшей цели я рекомендую смотреть на тест сопротивления 1,13. Доллар канадец снижается в соответствии с нашими ожиданиями 1,3185. Ждем данные по инфляции, которые выйдут сегодня. Точно станут источником повышенной волатильности канадца. Но напомню, что инфляция по-прежнему выше целевого ориентира. Банк Канады уже много раз сигнализировал нам о том, что он намерен дальше ужесточать монетарную политику, потому что того требуют экономические условия. И в целом ожидать, что индекс потребительских цен стабилизируется в районе 2% не раньше 2025 года. Поэтому в текущих условиях, главное, чтобы не сейчас еще показала восходящую динамику, идеальные условия для шорта с целями 1,30. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!